МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Алматы. Дневной выпуск новостей. В студии Дина Жанобекова и моя коллега Булбул Калмурказе. Смотрите сегодня в выпуске. Сексуальная эксплуатация и трудовое рабство. Кто чаще всего становится жертвами современных работорговцев? И как не попасться на уловки злоумышленников? Стычка футбольных фанатов в Шенкенте. Чем закончилась потасовка между казахстанскими и польскими болельщиками на матче Лиги конференции? Мост через реку Есентай реконструируют до конца года в Алматы. Какие изменения предусмотрены для комфорта горожан, расскажет Руссам Раубай. Начинаем выпуск. Пять человек погибли в аварии в области Улутау. На трассе Жасказган-Караганда столкнулись Тойота и грузовой автомобиль. Водители и четверо пассажиров легковушки от полученных травм погибли на месте. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. По его итогам будет принято процессуальное решение. Поддельные 23 тысячи долларов и гашиш пытались быть жители Шимкента. Незаконную деятельность преступной группы пресекли сотрудники агентства по финмониторингу. В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры, а также наркотические средства общим весом 6 килограмм. По данным фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей города Шимкент задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит. Фанаты Орда Бассе и Варшавской легии устроили подтасовку в Шимкенте. Накануне состоялись поединки второго отборочного раунда Лиги конференции УЕФА. Стычка фанатов произошла до начала матча. В Шимкент прибыли порядка 150 польских болельщиков. По неизвестным причинам некоторые из них вступили в подтасовку с местными фанатами возле стадиона. Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, отреагировали вовремя. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию, сообщили в городском ДП. Сам матч между Орда Бассе и Лигией завершился в ничью 2-2. При этом хозяева поля вели по ходу встречи со счетом 2-0. Антитеррористические учения проходят в Астане. Учения максимально приближенные к реальным боевым условиям с различными элементами сложности, сообщает пресс-служба городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Цель мероприятия проверить готовность силы и средств правоохранительных и специальных органов к экстренному реагированию на террористические проявления. Без воды в 40-градусную жару вынуждены оставаться жители села Аймен Янбекши Казахского района. Местные говорят, напор воды в кране и без того был слабый. Но после недавнего селя живительную влагу и вовсе отключили. Чиновники организовали водовоз, однако воды в нем не всем хватает. Айдан Анураш продолжит. Прошло уже 10 дней с тех пор, как в домах сельчан пропала вода. Ежедневно люди вынуждены тащить свои ведра и канистры, чтобы набрать живительной влаги. Да и то, доставляемой водовозом воды хватает не всем. К слову, с такой проблемой в Аймене сталкиваются не впервые. Каждое лето один и тот же сценарий, говорят жители. Трубы были проложены еще 80 лет назад. Те трубы, что были поставлены недавно, совсем некачественные. Они не прослужили их года. Если бы видели, как наши коровы мычали от жажды, как было жалко животных. У местной жительницы Кунишай Тонкербай из-за ситуации с водой пропал сон. Женщина вынуждена 24 на 7 быть на стороже, чтобы успеть набрать воды, достаточного для полива огорода. Выращиваем фрукты и овощи для своих детей. Скажу вам, нелегко у нас ухаживать за огородом. Воду дают в 3 часа ночи. Мы ждем это время, чтобы наполнить бочки. Живем здесь больше 25 лет и каждое лето одно и то же. По словам чиновников, проблемы с подачей воды возникли из-за сошедшего недавно селя. Теперь вода в резервуаре будет наполняться из другого источника. Сейчас идут ремонтные работы. Завтра здесь будет вода. Это поручение Акима. Причина же слабого напора воды в том, что проложенные трубы не рассчитаны на большое количество пользователей. По крайней мере, так объяснили в ответственном за водоснабжение предприятии ИСЭКСУ. Там заверили, проблему с водой должна решить новая водозаборная станция. Вот только строительство нового объекта завершится через 5 лет. Айдана Нурашу, Лага Тарган, Ганик Калу, в телеканал Алмата. Жертвами торговли людьми чаще всего в Казахстане становятся несовершеннолетние женщины. Об этом в службе центральных коммуникаций сообщил глава управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Самат Кусетов. По его данным, с начала года полицейские зарегистрировали 110 преступлений, связанных с торговлей людьми. Как казахстанцы попадают в трудовое рабство в материале Мира Альжановой. Трудовое рабство, сексуальная эксплуатация и принуждение к попрошайничеству. Ежегодно в Казахстане возбуждают порядка 100 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. И количество таких преступлений не уменьшается. По данным МВД, нередко казахстанцев вывозят в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны. Злоумышленники преследуют цель продать человека в рабство и неплохо на этом заработать. С начала года зарегистрировано 110 преступлений данной категории. Из них 5 за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 14 за вовлечение в занятия проституцией, в том числе 7 несовершеннолетних, 24 за торговлю людьми, в том числе 16 несовершеннолетними и 67 фактов за сводничество и притоносодержание. Расследование уголовных дел затрудняет множество фактов. Как правило, потерпевшие отказываются обращаться в полицию из-за страха расправы, материальной зависимости и боязни огласки. Наша работа ведется по 8 направлениям. У нас имеются 14 кризисных центров. В них работают психологи, которые оказывают помощь пострадавшим. С начала года кризисные центры обслужили порядка 70 потерпевших, в том числе 15 иностранцев. По данным МВД, зачастую жертвами торговли людьми в нашей стране становятся женщины и дети. За последние пять лет в поисках красивой жизни из республики уехали 58 казахстанок. Они попали в сексуальное рабство. Мира Альжанова, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана. Мост через реку Исентай реконструируют до конца года в Алматы. Сейчас он находится в аварийном состоянии. Ремонтные работы на местах уже начались. Подрядчики работают в усиленном режиме. В городской администрации сообщили, что после благоустройства излюбленное место алматинцев заметно преобразится. Подробнее с планом работ ознакомился Рустамар Албаев. После реконструкции пешеходный переход за моей спиной будет расширен. А крутой пандус заменен на более низкий и удобный. Одновременно с этим появятся два дополнительных моста для пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения. Мост через реку Исентай проходит вдоль проспекта Альф-Раби, одной из главных магистралей города. Обследование показало, что сейчас он находится в аварийном состоянии, в связи с чем незамедлительно начались ремонтные работы. Нормативная продолжительность строительства составляет 9 месяцев, но работы ведут в ускоренном порядке, две смены, в связи с чем работы планируются закончить в текущем году, хотя были запланированы на следующий год, 24-й год. Первый этап завершен, там было демонтировано и смонтированы новые балки, 27 штук. На втором этапе планируется 33 балки, на сегодняшний день 24 уже смонтированы. Работают у нас две смены, порядка 70 человек, плюс завод, плюс вообще в общей сложности задействовано порядка 100 человек, потому что еще есть подготовительные работы на заводах, где изготавливают конструкции, где изготавливают пешеходные мосты наши. Предстоящие изменения уже сейчас радуют горожан. По их словам, слишком высокие пандусы и узкий пешеходный переход доставляли заметные неудобства. Людям будет удобно. Если все по проекту построят, я думаю, что все будут рады. Я всегда здесь гуляю и часто замечаю, как тут проходят туристы. Очень много туристов. Думаю, будет здорово, если это место благородят и все они это увидят. В управлении городской мобильности города отметили, что, согласно плану, реконструкция требует вырубки 101 дерева. Чтобы сохранить зеленые насаждения, рассматривается перепланировка проекта. В профильном управлении заверили, что взамен каждого срубленного дерева будет посажено 10 новых. Рустам Раубаев, Медец, Саматула, телеканал Алматы. На этом у меня все. Не пропустите итоговый выпуск новостей в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok